Эта картина принадлежит кисти великого художника и мыслителя Леонардо да Винчи. Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом. Считается, что рядом с Иисусом изображен Иоанн Креститель. Но куда он смотрит? Его взгляд направлен мимо лица Спасителя, на плечо Девы Марии. Невероятно! На этой картине зашифровано изображение Сатаны в шлеме и мантии. Его лицо с маленькими змеиными глазами безобразно. Дарт Вейдер, властитель зла и тьмы и знаменитый киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны» – его точная копия. Случайность? Полотна Леонардо да Винчи как бы имеют двойное дно. Только посвященный в тайну мастера может увидеть на них скрытые послания. Их смысл – предупредить будущее человечества. Миром правят люди-рептилии – дети сатаны. 21 декабря 2012 года он воплотится на Земле в человеческом обличье. И это будет последний день в истории нашей цивилизации. Экспедиция программы «Тайны мира» отправилась в Иерусалим. Город, где, согласно писанию, начнется апокалипсис. Факты, которые удалось собрать репортерам, шокируют. Мы обречены. Катастрофа, которая уничтожит все живое на Земле, неминуемо приближается. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Достоверная история всемирного заговора. Это глобальная фашистская диктатура. Они стерли нашу память. Процесс дебилизации, что ли, людей. Все продукты в магазинах отравлены токсинами. Вещество, которое является токсином на уровне химического оружия. Они лишили нас выбора. Но при этом оставляется еще и видимость свободы. Наш мозг в руках рептилоидов – пульт управления. Вещества, которые вызывают зависимость. Люди на грани уничтожения. Как спастись? Я расстроил все тайны. Тайны мира. Запретная химия. Леонардо да Винчи – одна из самых загадочных фигур в истории. Выходец из маленькой деревушки Винчи на севере Италии. Великолепный художник, философ, математик, инженер. Просто гений. Он оставил после себя наследство, вопросов и загадок. Большинство из которых остаются неразгаданными до сих пор. Свои послания он часто оставлял и на полотнах картин. Система специальных знаков помогала их увидеть. Тщательные поиски зашифрованного послания дали свои плоды. Великий художник никогда не изменял своей манере шифровать при помощи зеркальной техники. Внимание! Слабоневным просьба удалиться. Интересно, что на этой картине земное обличье падшего ангела Самаэля – сатаны. При помощи зеркала можно увидеть и в другом месте. Таким образом, можно прочесть послание. Сатана имеет сущность змеиную, а людям он предстает в образе черного князя. Рука Анны, указывающая вверх дополнение, рвется на небеса. Элина Родовинча их уподоблял художника, который творит, что в этот момент, в момент своего творческого экстаза, художник, он приобщается к божественному разуму. Если внимательно исследовать практически любую картину да Винчи, можно найти на ней образ черного сатаны. На картине «Креститель» он предстает в виде змеи, сверкающей глазами из темного угла. Это могут быть какие-то видения, ангелы, сатана. То есть вот чем люди жили, все эти образы. Картина «Мадонна в гроте» известна в нескольких копиях. Древний оригинал хранится в Италии, а эта копия в Лондонском музее искусств. Видно, что кто-то специально хотел скрыть от людей послание Леонардо. Под предлогом реставрации «Картина в неудобных местах» была переписана. Что же так испугало цензоров английского двора? Эти послания можно найти на итальянской копии. Возможно, это образ змея, обвивающего Марию вокруг талии и прячущего свою голову у нее под плащом. Вот это зеркальное отображение его образов, опять же, восходит к тому, что некоторые рукописи Леонардо можно прочитать в зеркальном отражении. Сразу возникает, наверное, и провоцирует подобные сенсации, что вот там нечто есть зашифровано. При помощи зеркала на картине «Мария в гроте» можно увидеть на шее святой необычное ожерелье в виде треугольника с глазом мудрости на вершине и строительный отвес. Это символ иллюминатов. По некоторым данным, Леонардо был одним из посвященных в сакральные тайны этого древнего тайного ордена. Тайное общество, которое мечтало переустроить мир на своих началах. Все, кто не верит, он является врагом и должен в той или иной степени духовно или даже физически быть уничтожен. Для иллюминатов человеческая цивилизация – это кукольный театр. От самого человека ничего не зависит. Иллюминаты – реальные тайные правители мира. Это тайное общество существует столько же, сколько живут люди на Земле – иллюминаты. С латинского это переводится как «просвещенное». Но еще тысячу лет назад властители мира называли себя на греческий манер – люциферы. На протяжении всей истории человечества тайные правители мира находились в тени. Они – серые кардиналы. При помощи специально созданной ими сети сверхсекретных и могущественных организаций они воплощают в жизнь свой дьявольский план. Их цель – вызволить из преисподней, свергнутого Богом с небес, падшего ангела – теницу. Сатанисты считают, что главная их задача – сокрушить христианство. Только человек имеет доступ к специальным энергетическим точкам на планете. Их называют пупами Земли. Как правило, это останки упавших с небес гигантских метеоритов. Считается, что под этими камнями находится вход в преисподнюю. Но открыть его могут только истинные хозяева Земли – люди. Если просто проводить между этими точками простейшие даже линии, образуют треугольники, видно, что получаются одинаковые треугольники. Далее в программе. Тайна святая святых всего человечества. Святая святых – это самая важная часть Руссалинского храма. Что спрятали за этим каменным замком люди-рептилии? То, что сейчас мы называем магией. Из кранов течет ядовитая вода. Вода мертвая. Очистка зубов стала смертельно опасной. Профилактика Кареса – это миф. Я раскрою все тайны. Это северные территории государства Израиль. Город Сфат – священное место для последователей древнего иудейского религиозного движения Кабалы. Большинство книг, которые они исповедуют, не признаются традиционными евреями. В них содержатся мистические обряды и ритуалы, при помощи которых можно вызвать дух человека или наслать голод и чуму на целое государство. Включает в себя некоторую часть, очень хитрую медитативную часть, которая не особо афишируется. Есть и еще одно отличие Кабалы ото всех других ветхозаветных книг. История грехопадения человека. Согласно тексту книги кабалистов Зоар, люди были бессмертны, подобно Всевышнему Богу, своему Создателю. Это мешало сатане осуществить свой план. И он решил обмануть человека и Бога. Каин был сыном сатаны, а не Адама. Дурные народы не происходят от потомства Каина. В оригинальном тексте на древнееврейском языке в описании грехопадения для обозначения змеи используется слово «нахаж». Интересно, что как глагол оно переводится «обмануть» или «подкинуть ребенка». В результате грехопадения сама сущность человека стала греховной и смертной. Он был изгнан из рая и оказался во власти сатаны. Деньги, богатство, социальное неравенство – все это было им придумано, чтобы управлять человеком. Человек даже не замечает, как пролетает жизнь. Мы попадаем в эту искусственную матрицу еще до рождения. С возрастом нас зомбируют. Мы становимся послушными исполнителями воли тех, кто реально распоряжается миром. Соблазн – его главное оружие. Гордыня, зависть, жадность. Все эти грехи заставляют человека думать и делать только то, что нужно самому дьяволу. Человек – многоплановое существо, он действительно подобен творцу. И, соответственно, у него есть и много соблазнов. Есть тот, кто его соблазняет или совращает, или провоцирует. Сатана преподнес людям грех как знание. Первое знание, данное им женщине – секреты изготовления косметики. Мужчину прежде всего он обучил военному ремеслу. Знания, то есть, по сути, магические, то, что называют языческие знания. А добиться чего-то без бога – вот это и есть, по сути, магия. Согласно каббалистической книге Зоар, потомки Каина-Каиниты, в чьих венах текла змеиная кровь сатаны, стали кураторами людей на земле. Тем самым тайным правительством, которое сегодня фактически безраздельно управляет каждым из людей. Свобода – самая большая иллюзия. Что ты будешь есть, покупать, на какой машине ездить. За нас все уже предрешено. От человека взамен требуется одно – не думать. Далее в программе. Цель иллюминатов – появление расы умственно отсталой. Прости меня внимание, ему трудно усвоить какую-то информацию. Зубная паста с добавлением отходов алюминиевого производства. Это придумка тех компаний, которые, собственно, и спонсировали вот эти исследования. В каждом тюбике смертельная доза токсинов. Изменили сознание человека. Почему об этом все молчат? Я раскрою все тайны. Чтобы установить тотальный контроль над человечеством, они избрали новую тактику. Иллюминаты внедрялись в различные слои общества. Со временем, используя своих ставленников, они начали применять химическое оружие против остального человечества. Способы их воздействия на людей не всегда просто распознать. Вот, к примеру, чистка зубов – естественная гигиеническая процедура. Казалось бы, ничего опасного. Но и в этом есть подвох. Практически все зубные пасты содержат втор. Медики и стоматологи утверждают, что он невероятно полезен для укрепления эмали. А главное – является панацеей от кариеса. В последнее время, конечно, практически все зубные пасты стараются делать со втором. Вот этот путь введения фтора местным путем все-таки более безопасен. Действительно, фторит натрия прекрасно справляется с бактериями, которые накапливаются в полость рта. Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день. И все мы следуем этим советам. Только вот кариесом, с которым якобы прекрасно борется фтор, люди болеть меньше не стали. Хотите знать правду? В зубной пасте, например, фтора столько, что если это единовременно впрыснуть в кровь младенца, это будет смертельная дозировка. Использование фтора как профилактика кариеса – это миф. Это придумка тех компаний, которые, собственно, и спонсировали вот эти исследования. Химики в один голос твердят – фторит натрия – одно из самых токсичных соединений. Американским фармацевтическим министерством, сокращенно ФДА, это вещество зарегистрировано как крысиный яд. Инъекция 2-5 граммов фторида натрия приводит к поражению центральной нервной системы и сосудистым заболеваниям. Добавляя воду фтором, вы тем самым боретесь с бактериями. Можете выпить там 2-3 литра этой воды, получить токсическую дозировку. Это никого особенно не волнует. Постоянное потребление фтора со временем вызывает тяжелые и необратимые процессы в организме. В нашем мозге, в самом его центре, расположен загадочный отдел – эпифис. Его размер всего полмиллиметра. Но медики до сих пор не могут однозначно ответить, для чего предназначена эта железа. Известно только, что она отвечает за восприятие жизни и умственное развитие человека. Фторит натрия затормаживает работу шишковидной железы. Так из-за внешнего сходства часто называют эпифис. Как результат воздействия на него фторидом – развитие умственной отсталости, то есть тупость и общая деградация. Человек с возрастом превращается во флегматичное животное. Про таких часто говорят овощ. Эпифиз играет определенную роль в познавательной или когнитивной деятельности человека. Прости имени внимания, ему трудно усвоить какую-то информацию. Это во многом связано, опять же, с синтезируемыми биологически активными веществами этой структуры головного мозга, в частности, серотонин и мелатонин. Мелатонин – гормон молодости. Он отвечает за половое созревание. В свою очередь, он вырабатывается шишковидной железой из серотонина – вещества, связанного с высшемыслительной функцией человека, к примеру, ясновидением или молитвенным состоянием блаженства. Рене Декарт, математик и философ, считал, что это съедалище нашей души. И Леонард Давинчич тоже примерно этого придерживался, что некая душа, вот наша душа, так сказать, субстанция разума, она сидит в этом эпифизе и управляет корой и всей деятельностью коры большого мозга. Безразличие к жизни. Именно такого чувства добивались от заключенных концлагерей – фашистские биохимики. В своих зверских опытах на людях они целенаправленно поили их водой с содержанием фтора. Узники, в свою очередь, становились послушными. У людей исчезали эмоции, у них стиралась память, и они не испытывали чувств. Процесс, ну, дебилизации, что ли, людей, изменения сознания человека, сознания некого биоробота, который бы жил, работал много там, мало требовал для себя. Но тогда почему фтор в зубных пастах до сих пор разрешен? Неужели медикам ничего не известно о его токсичности? По-моему, маловероятно. Вот список компаний, которые любезно согласились оплатить научные исследования фторида натрия на токсичность. Концерн Дюпон, алюминиевая компания Америки, национальный институт исследований в области стоматологии. Я думаю, это многое объясняет. В 1957 году влиятельные американские научные исследователи Гарольд Ходж и Джеральд Кокс из института города Меллон опубликовали результаты сенсационного исследования. Оказывается, что отходы от производства алюминия, а именно фторит натрия, чрезвычайно полезны для здоровья зубов американских граждан. После этой публикации фтор стали добавлять в питьевую воду и во все зубные пасты. И не только в США и Европе. Советские граждане тоже пили фторированную воду, надеясь на избавление от кариесных проблем. Просто взяли питьевую воду. И по нашим критериям, здесь как бы маркер застойных явлений. Трехлучевая трещина. Это говорит о том, что вода мертвая. Потому что если показать вам капельку сыворотки крови человека, который уходит из жизни, у него точно такая же картинка. В 50-е и 60-е годы прошлого века в адрес химических алюминиевых концернов по всему миру поступили сотни тысяч судебных исков. Люди требовали возмещения компенсации в связи с ухудшением здоровья и появлением тяжелых заболеваний. Во всех случаях было отказано. Сейчас каждый день приходят данные о 100 в среднем исследовании. Как минимум половина из этих исследований заказные. В конце 90-х годов американский химик Национального онкологического центра Динберг доказал, что ежегодно в США фтор является причиной более 10 тысяч раковых смертей. Также это вещество может вызывать синдром иммунодефицита, то есть СПИД. Они не умеют сопереживать и никаких эмоциональных последствий. Это и отличает их от остального человечества. То, на что они готовы пойти. У них нет границ, их не остановить. Дэвид Айк, пожалуй, самый авторитетный во всем мире сторонник теории всемирного заговора. В прошлом он известный спортивный комментатор телеканала BBC, а также спикер британской партии «Зеленых». Но в 38 лет все изменилось. На одном из сеансов гипноза Дэвид неожиданно осознал, что нашим миром завладели рептилоиды. Они хотят, чтобы было мировое правительство, которое диктовало бы все условия мировой политики во всех странах, куда они уже проникли. Дэвид Айк утверждает, что даже выходил с одним из тех, кто руководит действиями иллюминатов вне Земли, на телепатическую связь. Наша съемочная группа отправилась на британский остров Портсмунд в Северном море, чтобы лучше разобраться в вопросе всемирного заговора. Рептилоидные существа, функционирующие за пределами поля зрения человека, питаются тем, что я называю эмоциональной энергией человека низких частот, как то страх, разочарование, депрессия, злость, волнение. Дэвид Айк полагает, человечество обречено. Практически все президенты США, высокопоставленные чиновники, министры, главы крупнейших международных банков, являются иллюминатами. Доказательства? Даже на телевидении рептилоиды используют специальную систему символов для общения друг с другом. Множество изображений людей, которые на глазах у публики, у меня не очень получается, делают так. А это рогатый бог, знак негативной силы. Рогатый бог очень символичен для рептилоидных существ. Тайную символику иллюминатов можно встретить везде. В центре Москвы или Лондона, на фасадах домов и вывесках различных компаний, в газетах, в фильмах и на однодолларовой купюре. И на однодолларовой купюре и на оборотной стороне печати Соединенных Штатов вам в глаза бросается вот эта структура контроля иллюминатов. А око отображает скрытую форму, скрытых хозяев, глаз, который они восславляют. Сегодня в их руках сосредоточено вооружение, которое может позволить им уничтожить весь мир в считанные минуты. Используя марионеточных политиков, они навязывают свою волю целым государством. А при помощи религии и карманных средств массовой информации манипулируют общественным мнением. То общество потребителей, которое создано, оно старается максимально ограничить свободу людей. Далее в программе. Экспедиция программы тайны мира в Святая святых в Иерусалим. Какую тайну хранят подземные тоннели храмовой горы? Это не людская тайна. Что общего между Израилем и Боливией? Для чего было такие огромные цельные блоки делать? делать? Я раскрою все тайны. Возможно ли людям вырваться из-под власти иллюминатов-рептилоидов? Оказывается, возможно. Но чтобы разобраться в этом, нужно погрузиться в Альфу и Омегу этой истории в город Иерусалим. Еврейский народ уже два раза возводил храм на вершине горы Мария в честь Бога Яхвы. Сейчас на этом месте мусульманская святыня. Считается, что строительство третьего храма станет началом всемирной катастрофы. Древнее название Иерусалима Шалем, что значит совершенный, божественный. Евреи считают его городом Всевышнего в стране обетованной. Считается, что строительство третьего храма станет началом всемирной катастрофы, которая ознаменуется вторым пришествием Мессии. Иерусалим мистический город. Город с особой атмосферой. Это место с особой аурой. В древних эксах пользуется греческим словом кластер, кристалл. Это не людская тайна совершенно. Люди в ней живут, а они ей владеют. Археологические раскопки, которые сейчас ведутся у основания храмовой горы, для всего мира уже стали откровением. Она буквально испещрена подземными ходами, таинственными пещерами и лазами. По ним можно было не только добраться в алтарь храма, поднявшись на вершину внутри горы, но и передвигаться по всему Иерусалиму под землей. И когда они опускали камни, надо было осторожно с пальцами, чтобы не пришли с пальцами. Другими словами, нет одного цвета. Есть несколько разных размышлений по этому поводу. И это природная скала. Самый большой из исследованных на данный момент тоннелей храмовой горы западный. Его длина более пятисот метров. На первый взгляд ничего особенного здесь нет. Но если посмотреть внимательно на технологию строительства основания стены храмовой горы, можно обнаружить необычные строительные гранитные блоки. Их называют мегалитами. К примеру, длина этого гиганта 20 метров. Вес 520 тонн. Описывается строительство храма Соломона. И там говорится, что тесанные камни привозились в готовом виде, поэтому звуки топоров не были слышны. В Талмуде есть еще одно высказывание по поводу того, что их обрабатывали некоторым странным таким существом. Нечто вроде червя, которые точат все на свете, ну и так далее. После этого Шамир называется это существо. Места, где строительные технологии доисторического периода прошлого легко соперничают с ультрасовременными разработками 21 века. Южноамериканские инки хранят память о богах, пернатых змеях, которые строили себе дома на вершинах гор. Подтверждение этому древние религиозные комплексы в Южной Америке Мачу-Пикчу в Перу или Пума-Пунку в соседней Боливии. Все это напоминает последствия какого-то технологического процесса. Но то, что технология была применена одна и та же, скажем, какой-то технологии скалы обрабатывались. Интересная деталь. На мегалитах в Иерусалиме сделаны маленькие выступы. Абсолютно такие же встречаются на каменных гигантах по всей Южной Америке. Эти выступы можно найти и в Египте на каменных блоках, и в соседней Иордании на мегалитах Баальбека, города-идола Баала. Принцип работы был совершенно другой. Но возьмите Баальбек, на террасах которого на этих камнях огромных, там 100-100-100 тонных находится храм Зевса или остатки его. Для чего было такие огромные цельные блоки делать? В результате дальнейших исследований основание храмовой горы выяснилось. Вся она имеет прочный мегалитический фундамент. Более того, геологически анализ отложений на гигантских плитах указывает на то, что камень долго находился в воде. Сотни, а быть может и миллионы лет. Но тогда кто строил дом Бога Небесного на земле? Сооружение, которое в принципе человеку и построить практически невозможно. В храмовой горе есть место, которое с их точки зрения обладает необычайной энергетикой. Святая святых. Оно находится в глубине подземных тоннелей Иерусалимского храма. Вот этот лаз. Сейчас он плотно закрыт каменной крышкой. святая святых звучит по древнееврейски кодыш Гакудаши. Считается, что там находился ковчег завета. Твердыня гранита хранит великую тайну. Возможно, внутри скалы действительно столетиями скрывается правда о человеке. Кто он и зачем живет? Как выйти из-под гнета иллюминатов рептилий? Далее в программе. Откуда у людей рептильный мозг? Это очень идет из далекой эволюции. Почему он вызывает наркотическую зависимость от продуктов из магазина? Сразу же резко смещается кривая удовольствия и мозг запоминает это состояние. Заговор раскрыт. Цель мировых корпораций отравить людей. Производители и продавцы знают эту зависимость успешно ее используют. Я раскрою все тайны. В головном мозге человека есть область, которая отвечает за древние примитивные чувства. Рептильный мозг, он же гипоталамус. Этот орган оказывает большое влияние на все решения принимаемые людьми. мозг рептилии отвечает за первичные чувства. Самосохранение, защита, агрессия. Вступить в схватку или скрыться, напасть или убежать. В любом случае реакцией будет эмоция, а не обоснованная мысль. Эта древнейшая часть нашего мозга всегда одерживает верх над более рассудительными его отделами. поэтому человек легко подвержен психологической зависимости. А это значит, доступен для тотального контроля извне над своим сознанием. В силу того, что гипоталамус является филогенетически одной из наиболее древних структур головного мозга, мы видим те реакции, которые были изначально направлены на выживание. Мозг рептилии отвечает за этот процесс воровства человеческого восприятия реальности. Рептильный мозг постоянно сканирует пространство в поиске опасностей. Неважно, речь идет о идее, деньгах или другом необходимом для повышения шансов выживания. Чувство эйфории и удовлетворения. Эти эмоции стоят на втором по значимости месте в жизни человека. За их появление также отвечает гипоталамус. В момент, когда люди испытывают удовольствие, внутри организма срабатывает система поощрения. В результате вырабатывается дофамин. Чем больше его поступает в кровь, тем больше организм требует от нас дополнительной стимуляции. Удовольствие винограда сама эта система запрограммирована, это очень идет из далекой эволюции, потому что это как раз то, что называется старый мозг. Вот все, что полезно, вызывает вот эту приятную реакцию. Но это что? Еда, питье, сексуальное поведение. Но именно эта особенность нашего мозга стала прекрасной возможностью для манипуляций с нашим сознанием. В какой-то момент люди становятся физически зависимыми от этого гормона. Получается, что у каждого человека есть уникальная система управления. Иллюминаты использовали знания против него, которые им достались от падшего ангела Самуэля. Воздействовать на личность человека, использовать его животные чувства, это их конек. Человек не может жить без еды. Но все покупают продукты в магазинах. Здесь людей подстерегает еще одна ловушка. Усилители вкуса. Они стали настоящей находкой для пищевой промышленности в 20 веке. Один из самых распространенных глютамат натрия. Он стимулирует вкусовые рецепторы и может сделать практически любую еду невероятно вкусной. Естественно, что подобное удовольствие вызывает выработку дофамина. Люди или субъекты или животные, у которых врожденные имеется недостаточность вот этой системы награды. Жизнь их как бы не радует. И когда они используют что-то из этих веществ, они вдруг чувствуют, что вот это неприятное состояние у них ушло. Как ни странно, все вещества, которые стимулируют дофаминовую систему, в этой системе награды, эти все вещества, потенциальные наркотики. В итоге схема похожа на употребление сильно действующих стимуляторов типа амфетамина. При регулярном употреблении продуктов, содержащих усилители вкуса, в организме формируется физиологическая зависимость, такая же, как при употреблении наркотических веществ. Сразу же резко смещается кривая удовольствия, и мозг запоминает это состояние, потому что человек переживает яркие эмоции, а при подключении эмоций вот это вот состояние, вот этот рефлекс, установка или матрица формируется практически сразу. Со временем организм теряет способность самостоятельно вырабатывать дофамин. Зависимость переходит в психологическую и как следствие возникновение депрессии и агрессивное поведение. Почему не говорят о том, что эта зависимость существует, потому что вся индустрия питания построена на зависимость. Производители и продавцы знают эту зависимость, успешно ее используют. Найти продукт без их применения в магазине практически невозможно. Производители на этикетках убеждают, они абсолютно безвредны. Обман и хитрость, излюбленные иллюминатами способ достижения своих целей. На протяжении веков семьи иллюминатов сосредотачивали в своих руках богатство. Контроль за месторождениями нефти, газа и драгоценных металлов. Им принадлежит 80% мировой финансовой системы. Крупнейшие концерны в машиностроении, фармацевтике и химической промышленности. Но деньги для них не самоцель. Созданная ими банковская система кредитования превратила миллиарды людей по всему миру в своих рабов. Основу сегодня называют 147 семей, породнившихся и между собой это в основном Ротшильд и Рокфеллеры, ну дальше Барыфиш, Барухи, Шиев, Кун и так далее. Это и финансовая пирамида Ватикана. Вот. Они как бы повязали себя родственными узами и туда проникнуть крайне сложно в эту систему. Достигнуть мирового господства. По мнению генерала запаса Леонида Ивашова иллюминатам уже удалось. Следующим их шагом станет сокращение численности популяции людей. 500 миллионов человек, обслуживающих конвейеры на заводах и подметающих улицы, по их мнению, оптимальная цифра. Идет процесс о лишних людях, о лишних миллиардах людей. И это говорится не только где-то в научных кругах, политологических кругах. Такой вывод делает даже Национальный Совет по разведке США. И вот будут приниматься решения об ограничении рождаемости. Вырисовывается крайне пессимистичная картина будущего человечества. Если их не остановить, люди навсегда окажутся в роли прислуги у господ рептилоидов. Человечество находилось под контролем силы, о существовании которой оно даже не подозревало. В истории человечества было несколько смельчаков, которые попытались остановить рептильную расу в их стремлении уничтожать и подчинять своей воле всех и вся. В тот день в Далласе произошло убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Ли Харви Освальд, человек, который лишил жизни главу государства, впоследствии уверял судей, что чувствовал себя зомби, выполняющим приказы свыше. У следователей такие дела называются глухарями. Безрезультатное расследование проходит время, и папки остаются пылиться на полках на века. Однако сторонники теории всемирного заговора уверены, американская элита цинично скрыла правду. Джон Кеннеди решил выступить против иллюминатов и выгнать их людей из правительства. Его обращение к народу Соединенных Штатов о том, что помогите мне установить контроль над этим тайным заговором, над этой группой лиц, которые проникают во все щели государственной машины, которые имеют свою разведку, имеют свои вооруженные формирования и которые диктуют по сути тела Америки внешнюю и внутреннюю политику, помогите мне установить над ними контроль. Вот и это главная причина того, что с ним расправились. Джон Кеннеди был убит за несколько часов до своей обличительной речи. Вместе с ним в могилу ушли и тайны секретного заговора иллюминатов. Американский президент стал всего лишь еще одним именем в списке тех, кто пытался ограничить контроль финансовой машины рептилоидов над человечеством. Все, кто покушался на прибыли финансистов, начиная с Авраама Линкольна, который попытался взять под контроль финансовую деятельность тогда еще не банкиров, а просто богатых людей, они все отстреливались. И Линкольн, и Гафни, и другие были убиты при попытке установить государственный контроль над печатанием и хождением денег. Последним оказался Джон Кеннеди. Вся многотысячелетняя история тайного общества иллюминатов борьба между светом и тьмой, рептилоидами и людьми. Потомки сатаны рьяно следили за тем, чтобы у человека навсегда стерлась память о его божественном происхождении. для этого иллюминаты всю историю регулярно уничтожали уникальные библиотеки, в которых содержалась мудрость многих поколений. Древнейшие рукописи и уникальные книги бесследно исчезали при загадочных обстоятельствах. А потом неожиданно появлялись в других концах света. По одной из версий многие потерянные книги до сих пор хранятся в Ватикане. Если посмотреть на человеческую историю, это полностью сманипулированная и сфабрикованная постоянная централизация власти. Сначала люди жили племенами. Люди решали, что будет происходить в племени. Затем поворотная точка. Племена были объединены вместе в так называемые нации. И теперь из центральной точки меньшинство контролирует все другие племена. Иллюминаты не раз переписывали историю человечества, чтобы скрыть истину. В разное время по их заданию историки буквально выдумывали несуществующие факты. Но потом подлог становился истиной. Иллюминаты Иллюминаты